ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Напомню, обыграв в предыдущем туре Терек 1-0, Амкар несколько улучшил положение дел в турнирной таблице. Команда даже ушла с последнего места и провела при этом на один матч меньше, чем конкуренты. В игре с Динамо стоит задача показать максимальный результат. Нам нечего терять, поэтому уже тут даже от настроения ничего не зависит. Просто выходим играть, как в последний матч, и все. Нам уже терять нечего. Проиграли, вылетели, не проиграли, остались. С Динамо Амкар сыграет в четверг, 30 апреля, начало матча на стадионе «Звезда» в 19.00. И в завершение об админтоне. В Перми прошло личное первенство страны по этому виду спорта. Манижи пермские медведи за награды в течение нескольких дней боролись юноши и девушки не старше 19 лет. Турнир собрал порядка 120 участников из 16 регионов России. Прикамская команда по традиции претендовала на награды сразу в нескольких разрядах. Готовились интенсивно, тренировались по два раза в день. Задачу ставим выиграть турнир хотя бы в какой-нибудь одной категории. Или в парной, или в смешанной. Ждем полуфиналов, надеемся на победу. Нынешнее первенство получилось во многом сенсационным. Некоторые лидеры российского бадминтона в этом возрасте на пермских стартах не добрались до финала. Серьезную конкуренцию фаворитам составило молодое поколение, ближайший резерв. В мужской одиночке ни один сеянный игрок не вошел в четыре. В этом нет ничего страшного. Очень тяжело ребятам 97-го года. Они в 11-м классе. ЕГЭ, подготовка. Немножко может быть с этим связаны. 98-й год рождения, 99-й. Более расслабленные играют они. Не в своем возрасте. В ходе личного первенства пермские бадминтонисты взяли 4 награды. Все на счету Никиты Федотовских и Екатерины Милтень. Федотовских стал бронзовым призером в одиночном разряде и выиграл серебро в состязаниях мужских пар вместе с Александром Васильевым из Челябинска. Милтень взяла две бронзы в женском парном разряде вместе с москвичкой Елизаветой Тарасовой и в миксте, где напарником пермской спортсменки был Глеб Агеенко из Воронежа. У меня на этом все. Ждем развития спортивных событий. Продолжение следует...